А вот результаты муниципальных выборов будут утверждать в ближайшие дни. Больше всего работы сейчас в Чубаксарской комиссии. Стали с республики выборы в городское собрание депутатов проходили по смешанной системе. Жители столицы в день голосования получили три бюллетени. Один по выборам главы Чувашии, два по выборам депутатов местного самоуправления. Горожане выбрали депутатов по партийным спискам и одномандатников. На избирательные участки пришли почти 367 тысяч чубаксарцев. Это 46,5% жителей столицы Чувашии. Самая высокая явка была у нас в московском районе города Чебоксары. Более 48% избирателей отдали свои голоса. В Калининском 45,94% и в Ленинском 45,33% голосов избирателей. Явка была нормальная для такого рода выборов и для этого сезона, для сентября, когда люди в выходные дни занимаются заготовками какими-то. Мы считаем хорошая явка. Показала, что избиратели заинтересованы в судьбе города Чебоксары, в дальнейшем развитии города Чебоксары. По предварительным данным, по единому Чебоксарскому округу лидируют представители «Единой России». Второе место заняла КПРФ на третьем кандидаты от «Справедливой России» и на четвертом ЛДПР. Яблоко патриоты России и коммунисты России не перешагнули 5-процентный барьер. В муниципальном избиркоме подсчитали, сколько мест в городском собрании займут представители парламентских партий. 15 – «Единой России», по 3 – «КПРФ» и «Справедливой России» и один депутат будет от ЛДПР. Александр Андреев избирается в третий раз по одному и тому же округу. Предварительные пока сейчас итоги подводятся. Вот у меня 55%. Я считаю, что для человека, который избирается в третий раз, это достаточно хорошая цифра. Потому что в любом случае, знаете, в третий раз сложно избираться. Я ведь, наверное, людям немножко надоел уже кому-то там уже. Хоть сколько бы я ни работал, все равно есть какая-то усталость. Поэтому я, в общем-то, выборами доволен. Но могу сказать все равно, некий осадок немножко у меня остался. Вот первый раз выборы проходили, когда здесь были и партийные списки. И вот уже участвовали и партии, и все остальное, скажем так. Это было в первый раз. И вот когда мы сталкивались, когда нам давали равные условия, площадки для общения с населением, выступали коммунисты, справедливые росы и разные. И вот я коммунистам задавал вопрос, да. Я говорю, вот вы появились за две недели на избирательном участке. А где вы были пять лет? Время покажет, насколько конструктивны они будут. Но я все-таки надеюсь, что в любом случае, скажем так, наверное, тоже будут достойные люди, тоже будут думать о горожанах. Самое главное, для чего нас избирают. В этой избирательной кампании, по мнению Станислава Песина, применялись не совсем чистые технологии. В рамках этой избирательной кампании очень активно использовалась технология растаскивания нашей комиссии, муниципальной комиссии, по судебным процессам. Очень много было обжалований наших решений в судах. Но вот из всех решений, которые мы приняли, три решения только было протестовано в суде. А у нас, я могу сказать, что всего было 604 выдвижения. Но вместе с использованием грязных предвыборных технологий в обществе повышается и уровень грамотности. Большинство уже стали разбираться в перипетиях избирательного процесса. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.